Ватсап, мои дорогие друзья, с вами я, Трипал, и в сегодняшнем видеоролике я, как и обещал, покажу вам еще 10 интересных багов, секретов, фактов и особенностей из обновления торговли оружием для GTA Online. Не забудьте прямо сейчас поддержать ролик лайком, ну и давайте попробуем набрать тысячу больших пальчиков вверх. Погнали! Итак, первая особенность из обновления торговли оружием на сегодня, это то, что тягач от передвижного командного пункта, будь то хаулер, будь то фантом, очень сложно утопить. Если вы попробуете проехаться по воде на обычном, найденном на улице тягаче фантом или хаулер, то он моментально заглохнет, а вот тягач от передвижного командного пункта крайне сложно утопить. Он выдерживает уровень воды почти по самую крышу, и это действительно круто, возьмите обязательно эту особенность себе на заметку. Следующий интересный факт, это то, что передвижной командный пункт это крайне крепкая штука. Если вы думали, что ПКПа невозможно уничтожить, то вы глубоко ошибаетесь. Этот замок на колесах вполне разрушаем, как и прочие транспортные средства в GTA 5 Online. Скажете, что уже пытались это сделать, но ничего не вышло? Вас не за что винить, так как подорвать передвижной командный пункт чертовски сложно. Для уничтожения ПКПа вам понадобится нацепить и взорвать на нем 25 бомб липучек. Это много липучек, и это огромное количество урона, с какой стороны на это не взглянуть. Также не переживайте о том, что с ним что-то случится при уничтожении, так как это не так. Передвижной командный пункт после своего разрушения попросту телепортируется обратно в ваш бункер. Следующая же интересная особенность позволяет отсоединить тягач от передвижного командного пункта. Продолжая тему о ПКПа в GTA Online, у вас есть возможность запросто отсоединить тягач от командного пункта, а самим дальше колесить на достаточно шустром и проверенном грузовике. Как я уже упоминал, в предыдущем пункте ПКПа очень крепкая штука, и поэтому ее можно где-то смело оставить, желательно конечно же замаскировав, а самим двигаться по своим делам. Отцепить грузовик от подвижного командного пункта возможно с помощью нажатия вниз на крестовине со стрелочками. Также интересный факт, вместо заказного хаулера или фантома, который как раз таки тянет за собой ваш передвижной командный пункт, вы можете подцепить ПКПа на другой грузовик, а именно тот самый заостренный фантом Wedge из обновления импорт-экспорт. Следующая же интересная особенность открывает нам дополнительный функционал гардероба. Как мы все знаем, чтобы носить например одежду с капюшоном, нам приходится делать определенные комбинации в магазине одежды, дабы добиться необходимого результата. Однако, с приходом обновления торговли оружием в GTA Online, все изменилось. Вам теперь нет нужды идти в магазин одежды и подбирать для себя необходимый гардероб, так как рокстер наконец-то смогли расширить функционал одежды. Вы можете спокойно зайти в меню взаимодействия и надеть либо же снять с себя капюшон, или же расстегнуть, либо же застегнуть куртку. Теперь нет нужды бежать в магазин для переодевания в другой вид той же одежки, просто заходим в меню взаимодействия и меняем все так, как нам хочется. Следующий же интересный баг опять же связан с передвижным командным пунктом, а именно, если вы откроете меню взаимодействия, зайдете в раздел предметы, еда, и начнете употреблять все что угодно, то эти бутылки от пива, упаковки от батончиков и каких-то тик-таков после употребления будут попросту левитировать в воздухе. Выглядит все это крайне забавно, но что больше всего меня удивило, так это то, что через весь этот мусор наш персонаж тупо не может пройти. В общем, друзья, вот такой вот интересный баг, но мы идем дальше. Следующий же факт говорит нам о том, что на мотоцикле-апрессоре можно крайне долго лететь. Rockstar решили добавить с кучей военной техники в GTA Online также летающий мотоцикл под названием Опрессор. Что же, некоторые игроки думали, что на нем можно будет просто совершать длинные прыжки, но нет, этот транспорт буквально может летать, хоть и в ограниченной форме. Совершив прыжок на Опрессор, вы сможете пролететь довольно далекое расстояние, прежде чем гравитация возьмет свое. Однако, даже это уже огромное расстояние полета возможно увеличить. Делается это довольно просто. Как только запустите в полет этого железного коня, начинайте лететь на нем вперед, но только опуская и поднимая его переднее колесо в воздухе, или, проще говоря, двигайте свой мотоцикл вертикально по извилистой линии. Таким вот не самым грациозным способом вы сможете продлевать еще более далекие расстояния. Учитывая, что Опрессор также оснащен и своим вооружением, то тот может стать чем-то вроде маленького истребителя. Следующая же интересная особенность позволяет стать випом абсолютно любому игроку в GTA 5 Online. Ранее, чтобы стать випом, игроку приходилось иметь на своем банковском счете порядка миллиона долларов. Однако, торговля оружием для GTA Online изменила положение дел. Теперь для становления випом нет необходимости иметь на счету такую приличную сумму. Все, что нужно, так это содержать в своем кошельке всего лишь 50 тысяч долларов игровой валюты, и вы сможете стать випом. Учитывая такую небольшую сумму, в данный момент практически любой игрок сможет занять это положение. Далее по списку у нас идет очередной бак, и с помощью него вы сможете передвигаться по передвижному командному пункту прямо на транспортном средстве. Для начала загоните внутрь командного пункта любой транспорт. Советую, конечно, использовать мотоцикл Опрессор, так как в трейлере не шибко много места, и на нем вам будет максимально удобно. Далее, сидя на этом мотоцикле, зайдите в интернет, купите любой транспорт, и как только вам выскочит табличка с выбором гаража, вы заметите, что теперь, нажимая на кнопку газа, ваш мотоцикл будет передвигаться по трейлеру. Вот такой вот интересный бак, ну а мы переходим дальше. Итак, следующий важный факт говорит о том, что торговать оружием лучше всего с места мотоклуба. Начинать свое предприятие по торговле оружием могут все игроки, занимающие места боссов, президентов мотоклубов или випов. Однако, владельцы мотоклуба получат от этого предприятия куда больше плюсов, нежели другие. Начнем с того, что если вы будете продавать созданную продукцию, будучи президентом мотоклуба, то вашим партнерам будет начисляться не по 5000 долларов, а целых 30 тысяч долларов, что в целых 6 раз больше. Второй плюс заключается в том, что у вас будет не 4 места в организации, а 8, если вы начнете торговлю оружием с места президента мотоклуба. В общем, как ни посмотри, но мотоклуб от этого опасного предприятия получит куда больше выгоды по сравнению с другими фракциями. Итак, последняя особенность на сегодня связана с миссией по доставке инопланетного яйца в бункер, а именно я вам расскажу, как же запустить эту миссию. Вы должны совершить 601 продажу продукции в вашем бункере и запустить миссию по доставке сырья в промежуток между 9 и 11 часами вечера игрового времени. Вот, в принципе, друзья, и все. После выполнения этих условий у вас запустится миссия с летающей тарелкой, пришельцами и так далее. Ну, а на этом, друзья, у меня все. Не забудьте подписаться на канал и, конечно же, поставить большой палец вверх под этим видеороликом, ведь для вас это совсем не сложно, для меня это просто безумно приятно. Давайте попробуем набрать 1000 лайков за сутки, я знаю, вы это сможете, поэтому дерзайте, друзья. Все остальные важные ссылочки на мои соцсети, на мой инстаграм, на мою группу вконтакте будут в описании под роликом. На этом уже точно все, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!